И Сергьевск, игроки вышли на площадку в форме желтого цвета, и СГТ, майки синего цвета, в этом сезоне потерпели пока по два поражения, одержали по четыре победы. Это позволило им иметь по 12 баллов. Студенты расположились перед этим матчем на втором месте в таблице, отставая на шесть очков от лидера энергии. Сергьевцы были на две строчки ниже, но только по дополнительным показателям. Равенство сил вызывало живой интерес у болельщиков. Предположения перед этой встречей были самые разнообразные. Вот только мало кто ожидал, что сама игра получится до боли предсказуемой. Дело в том, что игроки Сергьевска настолько грамотно выстроили свою стратегию, что за 50 игровых минут не позволили студентам ничего сделать. Ровным счетом ничего. Все успехи темно-синих были вызваны локальными всплесками, которые не имели ничего системного. А вот Сергьевск создавал момент за моментом, причем возможности приходили сами. Полная блокада в линии защиты приводила к тому, что студенты сами допускали ошибки, дарили мяч сопернику, ну а в мастерстве молодых игроков Сергьевска в этом чемпионате сомневаться не приходится. Этот матч был еще и дуэлью двух лучших бомбардиров чемпионата Дениса Барсукова и Андрея Сахнова. Первый раскрыл весь свой потенциал уже в начале поединка дважды, поразив ворота соперника. Сахнов не дремал, но все, чем смог ответить, одним точным ударом. На перерыв команду шли при счете 4-1 в пользу желтых, едва стартовал второй тайм. Они забили еще, сняв тем самым вопросы относительно победителя. Студенты сопротивлялись и даже второй половине выглядели активнее, но это позволило им поразить цель дважды и рассыпаться в концовке, когда Сергьевск отправил еще несколько мячей в сетку. Итог 10-3. У победителей четырежды отличился Данил Швецов, у проигравших дубль на счету Андрея Сахнова. Сергьевск набирает 15 баллов и перемещается на второе место, двигая на третье команду СГТ. В этот день в рамках седьмого тура состоялась еще одна встреча, и энергия разгромила ветерана 11-3. Энергия продолжает лидировать в чемпионате у команды 21 очко. Ветеран находится на восьмом месте в таблице. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».